В эфире информационная программа «Краснодар сегодня» в студии Кристины Сорокина. Здравствуйте! Прямо сейчас расскажем о главных событиях этого дня. А теперь к темам выпуска. Катерти и бокалы на полку. На Кубани запретили проводить новогодние корпоративы и банкеты. Все подробности в нашем материале. Полезная трансформация. Как строительный мусор обретает новую жизнь в тригороде Краснодара? И каковы перспективы создания новых перерабатывающих предприятий? Спасибо кубанским врачам. Журналисты региональных СМИ объединились в поддержку медиков. Начинаем выпуск с неприятной новости. На Кубани опять антирекорд, который не на шутку заставляет лично меня волноваться. В регионе за прошедшие сутки зафиксировано 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в нашем городе 31. Среди заболевших 12 детей. Самому младшему всего два года. В региональном министерстве здравоохранения сообщили о 486 пациентах, которых не удалось спасти. 50 кубанцев находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ и ЭКМО. А теперь перейдем к событиям из других городов края. Глава Кубани сегодня проинспектировал застройку в Новороссийске. В ходе рабочего визита Вениамин Кондратьев вместе с мэром города-героем посетили несколько спорных объектов. На них внимание губернатора обратили местные жители. Теперь не всем планов застройщиков суждено сбыться. Подробности в следующем сюжете. На фоне горы моря высотки в Новороссийске очень похожи на нестабильную кардиограмму больного пациента. Многоэтажки будто бездумно раскиданы по всему городу. И речь даже не о красоте, а о комфорте. При возведении жилых домов коммерсанты не всегда задумывались о социальных объектах. Сегодня в город-герой приехал глава Кубани, чтобы лично оценить, как здесь борются со спорной застройкой. Местные жители не раз привлекали внимание губернатора к нескольким объектам. Один из таких – ЖК «Жемчужина» в Мысхаке. Здесь застройщик намеревался построить восьмиэтажные дома. Но городские власти вовремя не допустили возведения высоток. Мы не должны ждать, пока жители поднимают вопрос о том, что становится некомфортно жить в Новороссийске. Вот мы, жители, подняли вопрос – среагировали. Не подняли вопрос – застроили. Вот тут и так. Дома уже окна в окна идут. Куда ж тут еще дальше можно было впихивать еще дома? Ну да, изначально было так делать правила землеподобного застройки, чтобы, конечно, комфортно было жить тем, кто уже в этих домах поселится. А у нас, получается, вот я даже не могу себе представить, куда здесь можно было еще впихнуть многоэтажки. Куда их впихнуть? Коллеги, это остановились, потому что жители неравнодушны, они подняли вопрос о том, что куда вы еще строите. И на самом деле, куда мы еще строим? Игорь Алексеевич, главный архитект Наркрая – пересмотрите правила землепользования застройки Новороссийска и сделайте их комфортными. Договорились, коллеги? Договорились. У вас какое мнение? Ну, хотелось бы сказать, что все районы, которые планируются под застройку, должны комплексно подходить к вопросу разработки проекта, проектов планировки территории. То есть вы сказали, что на эту территорию он был разработан, но, насколько я понимаю, он был разработан в границах двух небольших участков. Да. Соответственно, такой подход, он недопустим к крупной территории. И при разработке определения границ проектов планировки территории необходимо рассмотреть территорию, также примыкающую к планированным кварталам застройки. То есть кварталами? Коллеги, абсолютно комплексный. Комплексный подход в целом к правилам землепользования и застройки. То есть вот то, что мы сегодня делаем, понятно, если в рамках отдельного кусочка, красиво, а посмотришь на массив, на в целом часть города, ну, на голову не надеть. Поэтому подходите к комплексу, я с вами абсолютно согласен. Это не первый случай, когда планам застройщиков не суждено было сбыться. Например, многоэтажка по улице Энгельса. На этом объекте в Немин Кондратьев был в ноябре прошлого года. После личного вмешательства губернатора пришлось внести изменения в проекты планировок и выделить больше места для парковок и детских площадок. В погоне за элитными квадратными метрами бизнес порой заходит слишком далеко. Дома не готовы строить даже на месте зеленых зон. Собственник снес ресторан и планировали здесь построить двухподъездных 20-этажных домов. Опять у нас? Опять 20-этажные дома. Да, да. Опять в центре Новороссийска. Сегодня мы сделку признаем незаконной, которую они под рестораном бывшим выкупили землю. Последняя инстанция судебная. То есть у вас сегодня что на этом месте должно быть по новым измененным правилам землепользования и застройки? Зеленая зона. То есть здесь парк либо сквер? Да, парк, сквер ничего здесь уже строится не будет. Мы приведем его в соответствие и будет зона для отдыха. Ну, это самое главное, еще раз подчеркиваю. Главное, чтобы мы слышали то, чего хотят жители, коллеги. Я уже не раз говорю. Новороссийск изначально зеленый город, но он все меньше и меньше становится зеленым. И все больше и больше становится городом из бетона и стекла. Поэтому еще раз подчеркиваю. Подойдите с новым подходом к правилам землепользования и застройки. Мы не раз про это говорили. Не раз. Вот где есть зеленая составляющая Новороссийска, она должна остаться. Визитная карточка Новороссийска, набережная. После масштабной реконструкции она заметно преобразилась. Здесь заменили плиточное покрытие, отремонтировали спуск к морю и провели озеленение. А главное, городские власти отменили ряд решений пожилой застройки главной пешеходной зоны Новороссийска. Такое строение, в данном случае гостиница, это украшение Новороссийска. Украшение набережной. Высотность та, которая должна быть. Изначально, еще раз подчеркиваю, если сравнивать то, что сегодня строите вы, я, Игорь Алексеевич, хочу вам сказать спасибо. В любом случае, понятно, по-разному получается. Но то, что сейчас я вижу, конечно, это изменение к лучшему комфорту, в том числе и сохранению вот той комфортной набережной, которая появилась у Новороссийска, если честно, совсем недавно. Несоизмеримо то, что было и то, что становится. Я понимаю, что это современный город, я понимаю, что должны быть современные здания, я это понимаю. Но это все должно быть соразмерно, в том числе и с комфортом, еще раз подчеркиваю, и с теми традициями, строительными традициями Новороссийска, которые здесь уже есть. И поэтому не нужно это забирать у города. При реконструкции набережной не тронули только кафе, который располагается на этом месте уже около 50 лет. Сохранить его – желание местных жителей. Историческая бочка удачно вписалась в общий архитектурный стиль прогулочной зоны. На самом деле, ну что ж, это элемент, кстати, того Новороссийска, к которому тоже привыкли жители. Мне Минкондратьев вообще призывает глав на местах прислушиваться к мнению жителей и сделать это приоритетом в своей работе. Вместе с мэром Новороссийска губернатор также посетил место, где находится недостроенный драмтеатр. Более 20 лет назад участок был выкуплен частным лицом для строительства многоквартирного дома. Но возведение многоэтажки так и не началось. Сегодня мы категорически против здесь застройки многоквартирными домами. Будем предлагать инвестору или собственнику совместно с инфраструктурой социальной рассматривать объект. Мое внимание к этому так называемому бывшему драмтеатру, который строится не один десяток лет, а уже теперь не строится, привлекли жители Новороссийска. Я с уважением отношусь к интересам бизнеса, но есть интересы горожан, новороссийцев. И вот для меня они определяющие. Это центр города. И, конечно, еще добавить к высоткам, еще высоток, конечно, это будет не украшением города, но и неправильно. Все равно это парк. Это парковая зона, она любимая сегодня новороссийцами. Уже на совещании губернатор просит внимательно отнестись к судьбе проблемного объекта. Что будет на месте недостроя, городские власти решат вместе с жителями. На пути у этих горя застройщиков должна стоять власть, принципиальная власть, городская власть. Уже драмтеатр более 30 лет строится, естественно, там ничего не остается от этого здания, сооружения. Его надо, конечно, выкупать у существующих застройщиков и правовладателей на земле, у кого она сегодня находится вместе с тем строением. А дальше принимать решение вместе с жителями. Либо ничего там не строить и открывать бульвар, как он был когда-то до строительства этого, в кавычках, драмтеатра, и делать сплошную, пешеходную, красивую зону. На самом деле бульвар, который будет украшением Новороссийск. Либо строить какой-то социальный объект. Ну и еще раз подвергаю, надо это решение согласовать с жителями. Когда бизнес строит дома, то совсем не задумывается, на каких коммунальных сетях они возводят многоэтажки. Ведь местные жители уже сейчас получают воду по графику. Для Новороссийска это одна из болевых точек. Вопрос водоснабжения Новороссийска. Мы сегодня говорим о дефиците социальных объектов, конечно. Не хватает школ, детских садов. Не хватает зеленых зон в новых микрорайонах. Поликлиник не хватает, дорог не хватает. Но сегодня самое главное – воды. Воды в Новороссийске не хватает. Она по графику подается. Это позор. Позор сегодня. А мы продолжаем строительство. При таком дефиците, еще раз подчеркиваю, воды. Даже вот здесь мы уже должны остановиться. В этой ситуации должны остановиться. Давайте так. Вот я хочу понимать, когда мы проблему дефицита водоснабжения Новороссийска закроем. Пожалуйста, Александр Александрович. Новороссийск у нас больше всего зависим от Троицкого группового водовода. И при существующей потребности в 140 тысяч кубов в сутки Троицкий может подать только 90 и не более того. Мы можем сейчас за счет Геленджика увеличить подачу воды на Новороссийск. Что, собственно говоря, сейчас потихоньку в течение недели и сделаем. Где-то до 5 тысяч кубов дополнительных мы перебросим в сторону Новороссийска. Тот план мероприятий, который мы имеем по увеличению объема подачи воды на Геленджик, в конечном итоге переведет как раз к тому, что мы поднимем и подачу на город Новороссийск где-то в пределах 15 тысяч кубов в сутки дополнительно к лету следующего года мы сможем сюда направить. Александр Александрович, то, что мы сейчас сказали, если у нас есть возможность на следующий день увеличить количество подачи воды в Новороссийск, значит, конечно, что надо сделать. Если уже мы сказали, то что точно сделать на следующей неделе. А проблему комплексного решения дефицита воды, додайте конкретный алгоритм с необходимым финансированием, в том числе и временными сроками. И мы этот алгоритм приведем в действие. За последние 4 года в Новороссийске введено больше миллиона квадратных метров жилья. Но социальной инфраструктуры, дорог и зеленых зон для комфортной жизни уже не хватает. Чтобы навести порядок в строительной сфере, необходим комплексный подход, уверен Вениамин Кондратьев. Во-первых, подготовить новый генеральный план, как это уже сделали в Краснодаре. Городостроительный документ также разрабатывают сейчас в Анапе. Здесь должна быть четкая, понятная и жесткая регламентация строительства и не только в Новороссийске, а в целом во всех муниципальных образованиях нашего края. А это генеральный план, еще раз подчеркиваю, понятный, прозрачный и обязательный к исполнению и правила землепользования и застройки. Вот когда мы это все максимально доведем до логического завершения, до результата, тогда у нас и остановится вот эта всякая застройка, и точечная, и застройка без социальных объектов, без школ, детских садов. Только тогда, коллеги, только тогда. Поэтому, еще раз подчеркиваю, мне важно, чтобы и в Новороссийске, и в других муниципальных образованиях генплан появился в следующем году, максимум в 2022 году. Бездомную застройку сейчас останавливают чуть ли не в ручном режиме. Новая градостроительная конституция как раз в этом поможет и сделает работу системной и оставит Новороссийску, его уже сложившийся исторический облик морского города со своими традициями и атмосферой. Вернемся к городской повестке. Потребность в образовании детей естественна. Удовлетворить ее задачи родителей и города. В районе улиц Школьной, Восточно-Кругляковской и 40 лет Победы готовы участки под строительство детских садов и школ. На одном из них, где будет возведено детское дошкольное учреждение, глава города Евгений Первышев провел выездное совещание. Достаточно большая плотность здесь у нас населения. И, конечно, нам нужно качественно улучшить систему как дополнительного, так и школьного образования. Вот приоритет мы сейчас еще раз отдаем двум детским дошкольным учреждениям по 150 мест каждая на героев-разведчиков, соответственно. Здесь мы проектируем на 250 мест. Как раз место, на котором мы находимся, отлично подходит. Эту территорию отводим под детский садик. Проектирует его инвестор за свой счет. Положительное заключение государственной экспертизы предполагается получить в первом полугодии 2021-го. Процесс запущен, и на пустыре вырастет полезный и необходимый объект. Такой же построят недалеко от этого места, на улице 1-го мая. Рядом с 93-й школой возведут учебный корпус на 300 мест. Такие решения стали в Краснодаре уже привычными. Школы получают дополнительные новые современные здания. Это позволит сделать учебный процесс комфортным и для детей, и для педагогов. Городская администрация продолжает поиск земельных участков, которые возможно использовать под строительство социальных объектов. Среди богатств Кубани важное место занимает лес. Дубовые и буковые массивы, произрастающие в крае, это один из основных источников ценной древесины в нашей стране. Лес имеет не только большое экономическое, но и природоохранное значение. Поэтому застройка земель лесного фонда Кубани запрещена законом. В рамках поручения губернатора Краснодарского края Министерством природных ресурсов с ноября 2019 года значительно усилена работа в указанном направлении. По ее результатам выявлено много арендаторов, которыми проводится строительство объектов капитального строительства на землях лесного фонда, что напрямую противоречит действующему законодательству. Основная часть лесов Кубани приходится на Предгорье, Горные районы и Черноморское побережье. Незаконное строительство объектов на этих привлекательных территориях выявляют регулярно. Работа по предупреждению и пресечению фактов возведения зданий на землях лесного фонда продолжается. Наводить порядки необходимо также и в сфере утилизации мусора. С этой целью глава Краснодара Евгений Первышев сегодня побывал на предприятии, которое, я замечу, единственное в крае, имеет лицензию на переработку строительных отходов. После небольшой экскурсии по ее территории мэр заявил, что подобных заводов в краевой столице должно быть больше. Продолжит тему Денис Сенькин. Компания «Чистый город» не только вывозит бытовые, но и строительные отходы. Мусор, состоящий из того, что часто остается после ремонта, собирается на небольшом полигоне недалеко от поселка Индустриальный. Часть его сортируется и отправляется на утилизацию или на другие заводы. Остатки идут в переработку. Например, из древесины на фабрике получают вторсырье, которое затем можно использовать хоть для обогрева помещений, хоть для наполнения кошачьих лотков. Берем дерево из поддонов, из мусора и рубим его, перерабатываем на мелкие щепки. Потом оно попадает сюда в гранулятор, проходит через гранулятор и получается уже непосредственно готовый продукт. Готовый продукт, вот вы видите, здесь пакуется в мешки по 15 килограмм, либо в биг-беге. Подобные компании, которые не зарывают мусор в землю, опускают его в дело, могут стать хорошим инструментом для борьбы с незаконными свалками, отметил мэр. Поэтому городская администрация будет оказывать компании всю необходимую помощь для ее развития. На примере вашем дальше уже продолжать работу со всеми нелегалами, со всеми транспортировщиками. Ну то есть включать весь уже государственный и муниципальный ресурс, который у нас есть, для того, чтобы мы в этой части навели порядок. Давайте посмотрим на территории Прикубанского округа, в других частях города. Не в жилом массиве, чтобы это было, а на каких-то отдельных участках, где может быть еще такое поставить производство. Глава города предложил обсудить вопрос сбора и переработки мусора за круглым столом. Вместе с представителями чистого города и строительных компаний, депутатами, активными жителями и с другими организациями, работающими с отходами. Мы должны выработать систему, которая позволит нам не допускать, во-первых, складирования либо сброса отходов на территории города Краснодара, ну в различных местах. Второе, какие требования мы должны предъявлять еще дополнительному строительному бизнесу, основной генератору на сегодняшний день отходов, которые попадают под четвертый, пятый класс у нас отходов. Чтобы построить идеальную систему утилизации, пройдет немало времени. Но если не задуматься об этом сегодня, то в будущем придется решать еще большие экологические проблемы. Денис Сенькин, Павел Сагайдак, Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар». А прямо сейчас прервемся на короткую рекламу, и вот о чем расскажем во второй части выпуска. Спасибо кубанским врачам. Журналисты региональных СМИ объединились в поддержку медиков. И этот клуб ушел в онлайн. Впервые самые веселые и находчивые краснодарцы будут шутить из нашей студии. Когда? Расскажем в выпуске. Это Краснодар сегодня. Спасибо, что остались с нами. Возможность поблагодарить врачей появилась у аудитории всех СМИ Краснодарского края. Зрителей, радиослушателей, читателей. Для этого средства массовой информации региона объединили усилия. Чтобы медики услышали слова благодарности, журналисты занимаются своим делом. О чем речь узнаете в следующем сюжете. Незамеченным их труд не останется. Ни в красной зоне, ни вне ее. Пока медики борются с ковидом, краевые средства массовой информации, конечно же, занимаются своим делом. Освещение труда тех, кто спасает жизни, рискуя своими – обычная работа. Все для зрителей, читателей, радиослушателей. А что, если всем вместе сказать спасибо? Объединить усилия, чтобы поблагодарить медиков – такую задачу поставили кубанские журналисты. И те, кто доносит информацию через телеэкраны, и те, кто через газетные полосы. Один из главных печатных рупоров региона «Комсомольская правда» Кубань сделала спецвыпуск газеты. Искреннее желание мысленно поклониться работникам скорых, поликлиник, больниц и госпиталей. Врачи сейчас, герои, они находятся на передовой и сражаются с опасной инфекцией. Часто на пределе своих сил и возможностей. И наш проект, он как раз в поддержку медика. Но он тоже в самое время интересен и нашим читателям. Что сейчас волнует жителей Кубани? Конечно же, это работа врачей. Мы проработали вместе с фельдшером коронавирусной бригады весь день. Специальный выпуск журналисты «Комсомолки» и готовили специально, распахнув свои души еще шире. Для медиков и ради них самые искренние чувства. И, конечно же, ради читателей. Среди них тоже есть те, кто на рабочем месте в белых халатах сталкивается с опасностью. Для них и для всех спецвыпуск вышел сегодня утром. Его можно подержать в руках, получив по подписке или купив в киоске. Конечно, газеты выходят и в электронном варианте. Новостями и эксклюзивом свежего номера можно насладиться на сайте «Комсомольской правды» Кубань. Кстати, региональную комсомолку не только читают, но и слушают. Волну радиостанции ловят в квартирах, машинах, на дачах, по пути на работу и обратно домой. Зон простуд набирает обороты. Как защитить себя от инфекций? Проверенные методы лечения – полезные советы кубанских врачей. А еще наш корреспондент провел вместе с бригадой скорой весь день. Да, и радиоэфир тоже наполнен. Не только словами благодарности медикам. Врачи не упускают возможности дать слушателям добрые и нужные рекомендации. Это тоже от души. Так и происходит борьба с вирусом. Холодной осенью с ногами в тепле и горячей душой открыты и у медиков, и у журналистов. Работники микрофона еще одной краевой радиостанции принимают участие в акции. Мало благодарности в этом случае не бывает. На «Казак-ФМ», чтобы поддержать медиков, подготовили несколько рубрик. Одна из них входит в программу по заявкам и называется «Спасибо врачам». Эта акция появилась в нашем эфире с 10 ноября. И вот за этот период мы получили уже порядка 10 сообщений, в которых слова благодарности всем, кто находится не только в красной зоне, но и тем, кто стоит на страже нашего здоровья. Эта рубрика выходит у нас дважды в день. Пока радиоволны огибают изгибы кубанской местности, краевые газетчики продолжают медиазабег в поддержку врачей. Не только «Комсомольская правда» готовит особенный выпуск газеты. Журналисты краснодарских известий уже собрали материалы и дописывают сюжеты. Героями выступят два доктора. Они поделились историями из своей жизни и приняли непосредственное участие в творческой работе. Часть будет посвящена молодой медсестре, студентке 4-го курса медуниверситета, которая летом сначала работала санитаркой в нашем ковидном госпитале в Краснодаре, в самом главном. А потом, став четверокурсницей университета, сдала дистанционные экзамены на медсестру и пришла работать уже медсестрой в этот же госпиталь. Вторая героиня – это Наталья Черникова. Она заведующая отделением этой же больницы. Она станет нашим колумнистом и расскажет в своей колонке о том, что ее волнует. Медики могут стать журналистами прямо сейчас. Превращение в обратном направлении невозможно. И средства массовой информации продолжают свою работу. И сейчас ее большая часть посвящена медикам. Интересный материал о них подготовили и кубанские новости. У нас есть эксклюзивные материалы, которые не будут опубликованы нигде. У нас есть коллега-журналист из города Тихорецка, который, к сожалению, недавно ушел из жизни. И он вел дневник. К сожалению, он стал предсмертным дневником. Он хотел по выходу опубликовать материал, но не смог этого сделать. И нам передали этот дневник. И можно будет во всех этих ужасах этой болезни прочесть на страницах нашей газеты. Страшно читать. Но нужно пересилить себя и сделать это. Во-первых, чтобы отдать дань уважения Тихорецкому медику. А во-вторых, чтобы понимать всю опасность ковида. Кто предупрежден, тот вооружен. Видимо, не в ближайшее время мы зачехлим оружие против ковида. Арсенал несут наши кубанские медики. Чтобы поддержать их, присоединяйтесь к нашему марафону. Он начнется завтра в 13.40. Отправляйте свои благодарности кубанским врачам на WhatsApp по этому номеру телеканала «Краснодар». Не бойтесь, здесь вы не собьете дыхание, если только от эмоций. Поддержите ими и теплыми словами наших медиков. И бороться им за наше здоровье и наши жизни станет легче. Виталий Молчанов, Сергей Овчинников, Андрей Токмаков, Александр Сенников, телекомпания «Краснодар». Пандемия – не время праздновать. Введенные ранее из-за распространения коронавируса ограничения не позволяют проводить новогодние корпоративы и банкеты. Тему продолжит моя коллега Милана Урусова. Краевой департамент потребительской сферы предупреждает о новых ограничениях. Заранее соответствующие письма главам всех муниципалитетов Кубани о запрете проведения новогодних корпоративов и банкетов уже разосланы. Вообще вся наша деятельность направлена прежде всего на предотвращение распространения ковида и на недопущение тех возможных нарушений, которые могут быть. Мероприятия подобные, они уже на сегодняшний день запрещены. И любые корпоративы, банкеты, естественно, рассматриваются как досуговые и развлекательные. Поэтому они запрещены были и так. Мы просто сейчас заранее напоминаем, потому что мы знаем, что пошли уже брони, начинают брать предоплаты. Для того, чтобы просто избежать дальнейших потерь, каких-то непонятных конфликтных ситуаций, мы, по сути, предупредили всех, напомнили. Ближе к Новому году будут организованы и рейды по соблюдению предприятиями ограничительных мер, предприняток ранее краевыми властями, пока не позволяют сдерживать распространение смертельной инфекции. Нельзя допустить, чтобы желание попраздновать, свело это на нет. Никому не хочется снова оказаться на карантине. Вот и наша телекомпания в этом году отказалась заранее от этого пира во время чумы. В нынешней ситуации мы очень много усилий приложили для того, чтобы они смогли работать посменно и не пересекаться между сменами. Поэтому сейчас стремимся к тому, чтобы люди меньше контактировали, больше пользоваться удаленкой. В оффлайн ушли и ивент-агентства Краевой столицы. С этой ситуацией мы столкнулись уже в этом году, когда в конце марта были отменены или перенесены все запланированные мероприятия из-за пандемии. С этой проблемой мы научились бороться. Некоторые ивентеры, некоторые агентства перенесли просто все оффлайн-мероприятия в режим онлайн. В частности, моя компания в этом году реализовала два масштабных онлайн-события с соблюдением всех норм безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором. Новогодние праздники и мероприятия опасны и с эпидемиологической точки зрения, потому за нарушение действующего режима повышенной готовности предпринимателям грозят штрафные санкции. Они варьируются от 100 тысяч рублей до 1 миллиона, или же закрытие предприятия на три месяца. Помимо этого, сотрудники Роспотребнадзора за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения могут наложить штраф до 500 тысяч рублей, или также приостановить деятельность объектов общественного питания на срок до 90 суток. Милана Урусова, Андрей Токмаков, Дмитрий Кислицын и Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар». Закончить выпуск хотелось бы приятной и даже радостной новостью. К счастью, повод есть. Впервые для кубанской столицы игра клуба веселых и находчивых пройдет в формате онлайн. А уже сейчас в специальной студии нашего телеканала идет подготовка к трансляции мероприятия. Сложилось так, что КВН – это социальная такая платформа для молодежи, которая дает им возможность творчески развиваться и впоследствии работать и на телевидении, и в разных сферах и развлекательных, и даже и в политике есть люди выходцы из КВН. Это шанс реализоваться. То есть у нас будет семь команд со всех регионов России, один конкурс, и мы это все будем смотреть через интернет. Веселую передачу можно будет посмотреть уже в эту субботу, 14 ноября в 15 часов на YouTube-каналах «Ваш Краснодар» и «Кубань КВН», а также в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «В группах нашего канала» и «Центральной Краснодарской лиги». Не пропустите качественный юмор и хорошее настроение обеспечим. А на сегодня это все. Хотите знать еще больше о жизни в нашем городе? Ждем вас на нашем сайте tvcrasnodar.ru и на страничках в социальных сетях. Я с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи на Главном городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин